Привет, мои дорогие! Ну что, у вас отличное настроение? Я думаю, что да. Хочу сегодня с вами разобрать такую интересную тему про спорт. Подготовила для вас очень веселую презентацию с видеоуроком, конечно. Мы с вами узнаем летний вид спорта и зимний вид спорта. Это очень интересная тема во Франции. Они очень любят обсуждать спорт, кто чем занимается, кто чем увлекается и так далее. Ведь не важно, что мы должны быть с вами какими-то спортсменами, мы просто должны быть в курсе всех новостей, в курсе, кто у нас самый лучший спортсмен, как сказать, кататься на лыжах и так далее. Я надеюсь, что сегодняшний урок будет для вас очень веселым, таким же ярким и солнечным, как июль. Так, ну что же, поехали! Начнем мы, конечно, с летнего вида спорта, можно так сказать, да? Летний вид спорта у нас выглядит так. Произносим «les sports de t» и еще разочек «les sports de t». Итак, мы видим... Ну, это футбол, баскетбол, бадминтон, плавание, велосипедный спорт и гольф. Поэтому давайте сразу же попробуем вместе. Поехали! Ле футболе, ле баскеда поле, ле бадминтон, ля натасьон, ле циклизм, ле гольф. Отлично! Следующий. Ле андболе, ле гимнастике, ле спор и пике, ле тени, ля вуаль, ун эскрим. Как же все это переводится, да, этот спорт? Значит, гандбол, гимнастика, конный спорт, теннис, парусный спорт и, конечно, фехтование. Видите, какие у нас разнообразные виды спорта? То есть можно выбрать абсолютно легкий для удовольствия, теннис или парусный, например, или вообще просто велосипедный спорт и плавание, или просто сделать утреннюю гимнастику. Можно выбрать именно такой вид спорта, который подходит для каждого человека. Ну что же, поехали! Давайте произнесем второй абзац. Поехали! Гандбол! Ле гимнастике, ле спор и пике, это конный спорт, ле спор и пике, ле спор и пике, отлично! Теннис, ле тени, ле тени, ну это легкое слово, парусный спорт, ля вуаль, ля вуаль и фехтование, унэ эс крим, унэ эс крим, превосходно! Так, я немножечко здесь ошиблась, здесь у меня написано ле спор дете, вы наверняка заметили мою ошибку, так что не судите строго меня, да? Множественное число во французском языке имеет свойство такое, что надо на конце слова всегда добавлять букву эс. Видите здесь ле, артикль множественного числа, указывает, что спорты, да? Спорты летние, да? Значит, ле спор здесь должно быть, спорты, как сказать, лето дословно переводится, да? Виды спорта летние, значит, получается, ле спор, и тут должно быть эс еще на конце, я просто, ну, может быть, не досмотрела, поэтому не судите, пожалуйста, меня строго. И здесь, кстати, также про зимние виды спорта, ну, наверное, просто торопилась я, как всегда тороплюсь, иногда что-то не замечаю, поэтому я думаю, что все будет прекрасно. Ну, что же, поехали, продолжаем, ну, переходим к зимним видам спорта, да, скажут, ну, куда сейчас лето, нам сейчас хочется почувствовать плавание, там, велосипед, ну, зимний вид спорта тоже очень интересный, я вообще сама люблю зиму, даже несмотря на то, что родилась летом, нравится мне очень зима, потому что зима – это снег, а снег я очень люблю, и все, что связано со снегом достаточно, меня очень сильно вдохновляет, ну, и лето, конечно, никто не отменял, лето любит каждый. Ну, мы познакомимся с этими видами спорта, и поехали. Les sports divers. Произносим. Les sports divers. Les sports divers. Ну, тут все, тут все как по маслу, да. Поехали. Хоккей, лыжи, биатлон, сноуборд, фигурное катание, ну, или просто катание на коньках, да, то есть какой-то вид спорта по-любому кого-то вдохновит, да, молодежь выбирает сноуборд в последнее время, катание очень любят, даже взрослые достаточно, ну, и лыжи тоже, сделать прекрасную прогулку, такую морозную погоду будет прекрасно. Ну, и хоккей, это даже не обсуждается, да. Поехали, произносим. Давайте вместе со мной. Buddha. Лё окей. Лё оскей. Лё биатлон. Сноуборд. Лё патинажа. Превосходно. Дальше. скелетон, скелетон, керлинг, фристайл и бобслей, сейчас скажете, что за вообще виды спорта, да, ну, немножечко я углубилась, да, посмотрела, значит, что такое у нас скелетон, ну, скелетон-то, по-моему, у нас красные санки, если кто-то, если, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, керлинг, это понятно, что когда мы, как бы, расчищаем, это шайба, как бы катится по катку, как я вроде как понимаю, фристайл, это когда мы, когда спортсмену в воздухе делают различные, различные, как сказать, показательные номера, то есть на лыжах, то есть вверху какие-то фигуры, наверное, с лыжами, как бы, получается, там, подпрыгивают, ну, и бобслей, это понятно, да, что и как. Так, поехали, первое, да, у нас скелетон. Попробуем вместе. Превосходно! Надеюсь, данные виды спорта вам нравятся и, возможно, вы выберете для себя уже в будущем какой-то вид спорта, который вас заинтересует, потому что вот во Франции, например, очень любят заниматься, точнее, кататься на лыжах, фигурное катание тоже предпочитают, но это еще не все. Мы познакомились с летними видами спорта и с зимними видами спорта. А теперь я хочу показать вам фразы, которые можно употреблять, рассказывая про кого-то, что он, например, катается на лыжах, кто-то катается на коньках, кто-то занимается керлингом и так далее, чтобы вы знали, как строится предложение, как все произносится. В общем, потренируемся теперь во фразах. Мы видим, что фразы у нас на табло. И поехали! Сначала мы переведем данные фразы, а потом будем их произносить, ну, как все обычно. Я играю в футбол, моя сестра играет в волейбол, она обожает бадминтон, мой дядя играет в гольф, распространенное предложение. Можно не дядю, можно про кого-то другого сказать, но постановка предложения во французском языке тоже. Подлежащее, сказуемое и дальше все как по... то есть прямой порядок слов. Подлежащее, сказуемое и дальше остальные слова, там, предлоги, остальные части речи, да. Ты занимаешься гимнастикой или ты делаешь гимнастику. Я хочу заниматься конным спортом. То есть очень интересное предложение, да, здесь получилось. Ну, что же, поехали. Я играю в футбол. Сначала я повторяю все фразы, потом мы вместе со мной еще раз их закрепим. Я играю в футбол. Ма сёра играю в волейбол. Она обожает бадминтон. Мон онкль играет в гольф. Ты делаешь гимнастику. А теперь произносим помедленнее каждое предложение вместе со мной. На счет три. Раз, два, три. Поехали. Произносим. Я играю в футбол. Ма сёра играю в волейбол. Ма сёра играю в волейбол. Мон онкль joue в гольф. Ты делаешь гимнастику. Я играю в волейбол. Превосходно. Продолжаем разговор. Дальше. Мой брат занимается парусным видом спорта. Она начинает заниматься фехтованием. Мой папа занимается плаванием. Мы занимаемся велосипедным спортом. То есть такие достаточно хорошие предложения, чтобы правильно построить речь, чтобы правильно все ознакомить вместе со мной. Поехали. Мон фреер fait de la planche a voile. Elle commence a faire des crimes. А теперь произносим вместе по предложению. Поехали. Мон фреер fait de la planche a voile. Elle commence a faire des crimes. Мон фреер пра-тик ла-на-та-си-н. Nous faisons du cycleisme. Вы такие молодцы. Мне так интересно с вами работать. Спасибо, что вы все произносите правильно. И у вас такие уже успехи во французском языке, что просто не описать. Но это еще не все. Мы продолжаем дальше разговор с видами спорта. Он предпочитает кататься на лыжах. Я занимаюсь катанием фигурным. Мои друзья катаются на бобслее. Моя маленькая сестра катается на санках. Николя занимается фристайлом. Это, видите, лыжи артистичные. То есть различные трюки, да, в воздухе на лыжах. Они играют в хоккей. Итак, поехали. Сначала я просто все произнесу, потом, как обычно, вместе. Ils préfèrent faire du ski. Je pratique le patинage. Mes amis font du bobsleg. Ma petite sœur fait de la luge. Николя pratique le ski artistique. Il joue à l'hôkéi. Попробуем вместе. Ils préfèrent faire du ski. Je pratique le patинage. Моя маленькая сестра катается на санках. Отлично. Николя pratique le ski artistique. Ils jouent à l'hôkéi. Merci, je vous aime. Спасибо, я вас люблю. Я написала так искренне. Немножко такие картиночки, да, про спорт. Надеюсь, презентация вам понравилась. Вы узнали что-то новенькое, что-то интересное. Ну что же, спасибо, что вы были эти минуты со мной. Мне приятно, когда мы вместе что-то повторяем для себя, потому что я, повторюсь, не эксперт. Просто мне нравится французский язык. Я его просто очень люблю. И если вам так же нравится французский язык, то просто его приятно даже произносить или повторять. Вы со мной действительно согласитесь. И у вас обязательно всё получится. У вас всегда, если верить в хорошее, то оно случается по-любому. Ну это так, я немножко отошла от темы. И я желаю вам хорошего настроения, как всегда, чтобы всё у вас было на высшем уровне. И, конечно, буду рада вашим тёплым комментариям, которыми вы меня одаряете. Я очень этому рада. И занимайтесь с удовольствием. Была рада представить данный урок. Продолжение следует...